Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. И я, Мария Бересневич, смотрите сейчас. Новый этап поправки в кодекс об образовании обсудили парламентарии на выездном заседании. На что сделан акцент? Улучшить социально-экономическую жизнь наших педагогов. Незаконный градус. Сотрудники БЭП изъяли об обручении на 510 литров спирта. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. Что угрозит нарушителю. Битва умов. В городе прошел турнир по робототехнике. Это интересно, плюс это двигатель прогресса. В будущем многое будет зависеть как раз от роботов. На что способны лего-машины? А также надбавки медикам, въезд в Польшу и жаркая среда. Синоптики обещают риское потепление. Насколько поднимется градус термометра? Взгляд в будущее. В Бавруйске прошло выездное заседание постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке. Главным стало обсуждение новой редакции профильного кодекса. Тему продолжит Максим Кембель. У многих белорусов жизнь депутатов напрямую ассоциируется с кабинетной работой. Формулировка отчасти верная. Большинство времени парламентарий проводят на местах, в коллективах. Накануне старта очередной сессии народные избранники доехали до Бавруйска. На повестке дня образования. В частности, новая редакция кодекса. Место диалога выбрано не случайно. Город обладает хорошей инфраструктурой. Мы в декабре построили новый садик и уже заложили фундамент в 2020 году под строительство новой школы на 1020 мест с бассейном. И нового еще детского садика на 240 мест тоже с бассейном. Это благодаря посещению в апреле месяце нашего президента предприятия «Славянка». От слов к делу. В первом маршруте детский сад номер 84. Объект открыли в конце 2020-го. Аналогов ему нет во всем городе. Строителям понадобилось всего лишь 10 месяцев, чтобы возвести сооружение. Тебе садик нравится? Да. А что больше всего нравится? Я. Спать? Да. А что тебе в садике нравится? Дети новые. А воспитательница хорошая? Да. А кормят вкусно? Да. Домой хочется? Нет. Мне нравится площадка наша. И мне нравится, как гуляют. Чтобы понять всю уникальность объекта, необходимо лично все увидеть. Для этого гости и приехали. Экскурсию проводит заведующая. И это тот случай, когда можно хвастаться. Общая площадь более 2000 квадратных метров. Бассейн, комната безопасности, медицинские кабинеты, музыкальные, гимнастические и спортивные залы. В общем, есть все для развития детей. Воспитанников здесь на сегодняшний момент 240-211. Это детки из многодетных семей. У нас в нашем детском саду 139 многодетных семей. Это шикарный детский сад с элементами инклюзивного образования, что нас очень радует. Потому что в 2016 году мы подписали концепцию инвалидов и взяли на себя эти обязательства. Белорусский профессиональный союз работников образования и науки тоже очень плотно работает с Министерством образования для того, чтобы улучшить социально-экономическую жизнь наших педагогов, воспитателей и наших преподавателей вузов. Следующей остановкой стала 34-я школа. Тоже гордость города, но уже не дошкольного, а среднего образования. Комфортабельные кабинеты, современное оборудование, профессиональный педагогический состав. Благодаря этим и многим другим аспектам учреждение считается одним из лучших, причем не только в Бобруйске. Например, некоторые из парламентариев лично решили проверить инвентарь, а заодно и свои силы. Ознакомились депутаты с достижениями бобруйских школьников техническими. Но после уже принялись за обсуждение новой редакции Кодекса об образовании. В концертном зале 34-й школы ведущие педагоги. Участники прошлись по каждому из ступени обучения. Так, например, в микрорайонах с массовой жилой застройкой могут изменяться нормы комплектования дошкольных групп. Особенно это важно для многодетных. То есть регулировать количество детей в большую или меньшую сторону. В планах расширить и целевую подготовку. Закрепить понятие дистанционное обучение. Самая главная задача нормального государства – дать возможность любому, если у него есть желание, интеллект, реализовать себе по максимуму. Самое благородное неравенство – это неравенство по интеллектуальному уровню, потому что оно достигается в результате вашего самосовершенствования. Ну, в принципе, и физическое. То есть один мечтает кем-то стать и не становится, потому что не делает никаких пошаговых движений, а другой реализует эту мечту. Но чтобы реализовать мечту, необходимо, чтобы была вот такая база, что необходимо, чтобы были возможности для этой самореализации. И чтобы были те, кто тебя ведут по этой дороге. Это педагоги. Приятным дополнением к заседанию стало награждение педагогов и концерт творческих коллективов города. К слову, парламентарии анонсировали, что новую редакцию кодекса об образовании примут 2 апреля. В первом чтении весенней сессии национального собрания. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Опасная жидкость в гараже у Бобруйчанина обнаружена свыше 500 литров спирта российского производства. Теперь мужчине грозит административная ответственность за незаконное хранение спиртосодержащей продукции, которая предусмотрел штраф в размере до 2900 рублей. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. По информации Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского обл. сполкома, всего в области с начала года изъято 1249 литров спиртосодержащей жидкости. Не разъехались. На Арджоникидзе столкнулись две иномарки – Volkswagen и Chrysler. Авария произошла в понедельник ориентировочно в 18.26. В результате ДТП пострадал пассажир американца. Госпитализация, как сообщается, не потребовалась. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев. Тем, кому известны детали ЧП, просьба звонить по номеру 7155555. Новое правило, обновленная стоимость и зеленый свет электрокаром. Назван список преференций для экологичных авто. Что стоит знать? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белавиа с 30 марта возобновляют регулярные рейсы по маршруту Минск-Батуми. Пока это будет два вылета по вторникам и пятницам. А к началу летнего сезона количество рейсов в грузинский город планируется увеличить до 7 в неделю. Для посещения Грузии наличие отрицательного теста на коронавирус обязательно. Белоруссии подорожало автомобильное топливо. С 30 марта цены выросли на 1 копейку. Теперь 92-й стоит рубль 78 копеек. 95-й – рубль 88. 98-й – 2 рубля 10 копеек. А дизельное топливо – рубль 88. Это уже восьмое подорожание за год. Польша ввела новые правила въезда в страну. Теперь те, кто будут въезжать из шенгенской зоны, должны иметь отрицательный тест на коронавирус. Причем он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов. Без наличия исследования люди будут отправляться на карантин. Электромобили освободили от транспортного налога до конца 2025-го. Также до начала 2026-го владельцы зеленых авто не будут платить за парковку. Но только в специально оборудованных местах. Белорусы пока также освобождены от уплаты НДС, если возят электрокар в республику для собственных нужд. До плюс 21-го ожидается в Беларуси в эту среду. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром в отдельных регионах пройдут дожди. Возможен слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы достигнут 14. Температура воздуха в ночные часы составит 4-10 со знаком «плюс». А днем прогреется до 13-19. На юго-западе будет еще теплее. Многу со временем Бабруйск собрал юных инженеров со всей страны. Площадкой для битвы IT-умов стала 34-я школа. Дмитрий Петрушенко – боец опытный. Робототехнике уже три года. Начинал в номинации «Следование по черной линии». Теперь перешел в более тяжелый вид – сумо. За сутки собрал своего спортсмена. Говорит, что в роботе нет ничего необычного. Все просто. Может, в этом и кроется секрет успеха. Просто драйвер, плата и два мотора. Вместо моторов мы используем сервопривода, переделанные под то, что вращались в 360 градусах. Робототехника – это интересно, плюс это двигатель прогресса. В будущем многое будет зависеть как раз от роботов. От программы, от всего сконструированного. Таких сумоистов сегодня пару десятков. Правила не отличаются от человеческих схваток. Главное – вытолкнуть соперника за пределы площадки. «Все роботы, безусловно, разные и по-своему уникальные. Например, вот этот сумоист весит всего 262 грамма. В него вмонтирована наноплата, размер 10 на 10 миллиметров. И что самое главное, он полностью автоматизирован. То есть во время схватки самостоятельно принимает решения без участия человека». Соревнование проходит в рамках пятого этапа Кубка по образовательной робототехнике. В Бавруйск съехались почти 200 юных инженеров. Минск, все областные центры, плюс Мядель, Пинск – такова география турнира. Программа состоит из семи категорий. Это футбол, полеты дронов, гонки и исследования по черной линии. «Мы также устроили целую программу мастер-классов. То есть на целый день расписываем мастер-классы по современным новинкам в робототехнике. То есть очень большое число учителей приехало для того, чтобы послушать и ознакомиться с новинками. То есть мы даем пощупать, рассказываем наше видение, как могло бы это развиваться». Этап Кубка – это республиканский уровень. Турнир самый престижный в стране. Бавруйск – единственный необластной город, который принимает подобные соревнования. «Кубок по образовательной робототехнике в целом – это прекрасная возможность для учащихся, для самореализации учащихся и для того, чтобы их хобби превратилось в активность республиканского и даже международного уровня». Пятый этап Кубка завершен. Каждый участник, кроме дипломов и наград, заберет с собой самое главное – знания и навыки. Организаторы пообещали, что обязательно вернутся в Бавруйск. Еще не раз. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бавруйск, 360. Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 995 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 320 594 человека. Государство выделило миллиард рублей на надбавки для медиков. Об этом сообщили ведомстве. Деньги пошли на доплаты врачам и среднему медперсоналу, которые работают с коронавирусными больными. Достойная зарплата – один из приоритетов развития отечественного здравоохранения. Страсти на льду. В Бавруйск-Арене проходит турнир по хоккею. Здесь сражаются 8 команд из Украины и Беларуси. За схваткой следила Виктория Полевко. На этот раз лед Бавруйск-Арены дал скрестить клюшки двум странам-соседкам. Здесь собрались представители 8 команд. Две украинских, шесть белорусских. На первом этапе разделение юниоров на две подгруппы А и Б. Далее борьба по круговой системе. Вот сегодня решается, кто будет играть за призовые места, кто будет играть за пятое, шестое, седьмое, восьмое. А вечером уже начнется стыки. Команда школы имени Руслана Салей и сборная Харькова как раз и борются за выход в плей-офф. Страсти на льду кипят. Несмотря на свой молодой возраст, белорусы ни в чем не уступают опытным товарищам из Украины. На табло красуется ничейный счет 1-1. Соберник тоже очень хорошая команда. Мы с ними раньше встречались, тоже боролись, показали характер. Впереди у команд еще один игровой день и стадия плей-офф, в которой и разрешится судьба золотых наград. По словам специалистов, главные претенденты на чемпионский кубок «Жлобинский металлург» и хоккейная школа «Руслана Салея». Виктория Полевко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»